В 15 лет я писал свое первое любовное письмо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидала, когда писал. Но писал, как я влюбился. Она была приезжая, это поразило мое воображение. Все сразу полюбилось мне в этой девочке. Глаза, косы, походка. Мне нравилось, что она тихая, что учится в школе. Я там уже не учился. Что она комсомолка. А когда у них там в школе один парень пытался из-за нее отравиться, потом говорили, только, мол, напугал, я совсем голову потерял. Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба. Помню, была весна. Я даже и не выламывался. Молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией. Так ее все называли. Мария. И это тоже мне ужасно нравилось. Изумлялся своей смелости. Страшился, что она передумает и скажет, не надо меня провожать. И уйдет одна. И мучился. Господи, как мучился. Что молчу. Молчу, как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел приврать при случае и вообще. На прощание только прижал Марию покрепче к груди и скорее домой. Как на крыльях полетел. Ну, гадство, думаю. Теперь вы меня не возьмете. Сильный был в ту ночь. Добрый. Всех любил. И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, ты себя заодно любишь. Потом я дня три не видел Марию. Она не ходила в клуб. Ничего, думал. Я за это время пока осмелею. Успел подраться с одним дураковатым парнем. Провожал Марию? Спросил он. Ну? Гну. Хватит. Теперь я буду. Колун, парень. Ухмылка такая противная. Но здоровый. А я умел брать на колган. Головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз взял на колган. А он отстал. А Марии нет. Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу. А я думал, что ни капли ей не понравился. И она не хочет меня видеть. Молчу на. Или тоже, возможно, опасается. Выйдет, а я ей всыплю за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас. Не хочет девка дружить с парнем. И она бегает от него за дами и переулками, пока не сыщется заступник. И вот тогда ты и сел я за письмо. Слушай, Мария, — писал я, — ты что с этим Иваном начала дружить? Ты с ума сошла. Ты же не знаешь этого парня. Он насмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты, девочка, нежная, а у него отец родной, враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет. Заведи себе хорошего мальчика, скромного. Будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы выкини, он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А хуху не хохо. Он побывал в городе. Снюхался там с урками. Теперь ему одна дорожка в тюрьму. Так что смотри. С какими ты глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него все мысли направлены, где бы только своровать или кого-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пырнет, но плохому научит. Какая про тебя славушка пойдет? А ты еще молодая. Тебе жить да жить. Его песенка спета. Опасайся. Никогда с ним не дружи. И обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более, что вы богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись ночное дело, могут прирезать. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе написал. Но писал знающий человек, и он желает тебе только добра. Вот так. Много лет спустя Мария, моя бывшая уже жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего. Посоветовала не пить много вина. Тогда, мол, у меня все будет в порядке. Мне стало нестерпимо больно. Жалко стало Марию. Себя тоже жалко. Грустно стало. Я ничего не ответил. А письмо это я тогда ведь никуда не послал. Субтитры сделал DimaTorzok